МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Евгений Макитрюк. Вы смотрите программу «Область события факта». Наши корреспонденты, как всегда, подготовили только самое важное и интересное. Но обо всем по порядку после короткого анонса. Почему амурский журналист не смог задать вопрос президенту во время расширенной пресс-конференции? На какую сферу предложил делать ставку Юрий Трутнев Амурской области? Какие перспективы у Благовещенского судостроительного завода? И как назвали четырехтысячного ребенка, который появился на свет в Благовещенске? Об этих и других темах более подробно оставайтесь на нашем канале. Пожалуй, самым значимым событием минувшей недели можно считать пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Ставшая уже традиционно, она состоялась в одиннадцатый раз и, хотя не побила почти пятичасовой рекорд 2008 года, длилась без малого три часа. За это время было задано 44 вопроса от почти полутора тысяч журналистов, которые приехали со всех уголков России и мира. Был на этой пресс-конференции представитель из Амурской области о том, почему нашему корреспонденту не удалось пообщаться с первым лицом государства и какие вопросы показались общественности самыми актуальными для амурчан, выясняла Олеся Севаченко. Президент входит в зал, садится и рассказывает анекдот. Для большинства этот момент самый волнительный. А специальному корреспонденту газеты «Амурская правда» Ирине Ворошиловой большую тревогу пришлось пережить накануне пресс-конференции. Надпись «Спасибо» и плакат с изображением пограничного столба, дабы привлечь внимание. Ей отправили по электронке, но в Москве журналист ожидал неприятный сюрприз – отсутствие в гостинице интернета. Поэтому вместо того, чтобы просто распечатать заготовки, а потом выспаться, она вместе с пришедшими ей на помощь коллегами из Армении и Грузии до двух ночи осваивала изобразительное искусство. Плакат, говорит, нарисовали. Однако тот, к сожалению, не помог. Ирине после конференции повезло пообщаться с известными журналистами и купить вот такой тематический сувенир. А вот во время самого мероприятия задать вопрос о перспективах развития сельского хозяйства и строительстве доступного жилья в регионе ей так и не удалось. Ну, во-первых, пресс-конференция закончилась очень резко и быстро. Он попрощался, поблагодарил всех за работу и ушел. И воцарилась сначала на минуту такая, знаете, тишина, а потом все соскочили с мест и начали брать друг у друга комментарии. И я слышала, вот знаете, даже такие слова горечи. Там стоит женщина с костылями. Я подхожу, а она оказалась в Портоване с Дальнего Востока, Хабаровский край. И вот она, вот я столько летела. Девять часов, там восемь с половиной часов летела, чтобы там не задать ни одного вопроса. А даже журналистка, тоже с Хабаровского края, даже заплакала. Впрочем, однажды Амурскому региону повезло. Это было в 2012-м. Благодаря другому журналисту, редактору АП Елене Павловой, не отменили поезд Инда Комсомольск-на-Амуре. Она тогда обратилась к Путину с конкретной просьбой. А внимание пресс-секретаря президента привлекла табличкой с надписью «БАМ». В этот день, вспоминает Елена, президент России, безусловно, ее порадовал. А вот коллеги из других СМИ удивили. Когда она закончилась, журналисты начали друг у друга брать интервью, как всегда это делается, спрашивать мнение, те, кто задал вопрос, кто не задал. И, значит, девочка, стоит девочка, записывает стендап на фоне вот этого зала большого и говорит, что вот только что закончилась конференция президента, значит, принимала участие рекордное количество человек. Журналисты привлекали внимание главы государства самыми разными способами. В том числе писали на росточках непонятные слова, например, «БАМ». Сергей Туганович в прошлом, как депутат, общался на конференциях и с Михаилом Горбачевым, и с Борисом Ельциным. А вот Владимира Путина теперь уже смотрит и слушает только по телевизору. Не пропускает ни одного выступления. Даже если в ответственный момент оказался на работе, все равно включает нужный канал и другим советует. Ведь президент, по его мнению, очень грамотно аргументированно, часто с юмором поясняет все происходящее. И самое главное, благодаря такому общению становятся ближе к людям и тем проблемам, которые их волнуют. Что приятно, вот это же не что иное, как диалог каждого гражданина с главой государства. Вот это форма такая. То есть мы находимся практически сегодня вместе у одного экрана. Только я у экрана, как и другие граждане, а президент находится у камеры. Несмотря на то, что ни одному дальневосточному журналисту в этот раз не удалось задать вопрос президенту России, основные аспекты развития и перспективы для нашего округа первое лицо государства озвучил. Он отметил, что рост промышленного производства у нас составил 3,7%, уровень безработицы чуть более 5%, что улучшается ситуация в сельском хозяйстве, увеличился урожай. Олеся Севаченко, Иван Сюмак, Игорь Карпов. Область. События. Факты. Закон о дальневосточном гектаре приняли в Госдуме, правда, пока только в первом чтении. За него проголосовали 333 депутата. Согласно новому законопроекту, любой житель России может однократно получить земельный надел на Дальнем Востоке. Размер участка не должен превышать 1 гектар. Сначала он предоставляется в пользование сроком на 5 лет, затем, при условии, что землей пользовались, передается в аренду или оформляется в собственность при соблюдении установленных условий. При этом несколько человек могут объединиться и получить один большой участок земли для совместного пользования. С помощью этого закона власти хотят еще раз привлечь внимание к Дальнему Востоку, как к региону опережающего развития. 20 декабря при Амуре исполнилось 157 лет. Указ об образовании Амурской губернии с краевой столицей Благовещенск, земли которой находятся на левом берегу реки Амур, начиная от соединения рек Шилки и Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской областей по всему течению Амура до устья реки Усури, до новой границы с Приморской областью, подписал император Александр II в 1858 году. Сегодня население Амурской области составляет почти 810 тысяч человек. Мы занимаем 14 место по количеству земли среди всех российских регионов. В составе при Амуре 20 муниципальных районов и 9 городских округов. Сегодня наш регион активно развивается как в агротехническом, промышленном, так и в космическом направлении. В поселке Углегорск ведется строительство космодрома Восточный, первый запуск с которого намечен на апрель 2016 года. Работают две гидроэлектростанции, Бурейская и Зейская, и готовится к запуску третья, Нижнебурейская ГЭС. На наших полях выращивается 40% всей СОИ страны. Всех жителей региона с днем образования Амурской области поздравил губернатор Александр Козлов. В поздравительном письме он отметил, что это праздник для всех амурчан, которые своим каждодневным трудом вносят существенный вклад в развитие и укрепление Преамурья, хотят видеть его процветающим и привлекательным для жизни. Первым резидентам территории опережающего развития вручили свидетельства. Их получили представители компании «Эс-технология» – это Тор Преамурская и Амурагроцентр – Тор Белогорск. Эти первые торы были созданы чуть больше четырех месяцев назад. Еще три заявки от Преамурья об организации особых зон находятся на согласовании в правительстве России. В их числе и Тор Свободненская. Как будут работать новые территории опережающего развития и каким образом инвесторы будут взаимодействовать с властями – эти вопросы обсуждали на совещании с полпредом Юрием Трутневым. На прошлой неделе он целый день работал в Благовещенске. Яна Лисовая расскажет подробности. Некогда новая аббревиатура – Тор – амурчанам становится все привычнее. Наша область стала одной из первых на Дальнем Востоке, где были созданы территории опережающего развития. Сегодня их две, но в перспективах властей пополнять данный список. Вопросы по созданию Торов обсуждают регулярно, в том числе и на уровне дальневосточного полпреда Юрия Трутнева. Он прилетел в Благовещенск всего на один день. За это время успел провести два совещания. Первая напрямую касалась площадок экономического развития. Уже созданная Тор Белогорск будет специализироваться на агропромышленности. Здесь, кстати, зарегистрирован первый резидент – завод по глубокой переработке сои. И пока без статуса резидента заработал хлебозавод. Тор Приамурская будет ориентироваться на промышленно-логистическую сферу. Цементный завод уже запущен в работу. Остальные резиденты только строятся. На совещании с Юрием Трутневым обсуждалась возможность создания в Амурской области еще одной территории опережающего развития – Свободненской Тор. Она связана со строительством газоперерабатывающего комбината. Это очень большой проект. Мы по нему будем переходить в такую активную фазу переговоров с «Газпромом» для того, чтобы он состоялся, чтобы он тоже мог вынести свой вклад в развитие Амурской области. Сейчас региональные власти прорабатывают с инвесторами механизмы будущего сотрудничества. Кстати, компании, которые инвестируют свой капитал в развитие Торов – это нефтеперерабатывающие, клинкерные и цементные заводы с участием иностранного капитала, в частности, китайского. За счет инвесторов из Поднебесной будет построен и международный мост через Амур, который, в свою очередь, станет частью Тор-Приамурская. Вы знаете, что этот мост строится не за государственные деньги, а частное партнерство с учетом привлечения китайских банков по 5%. Стоимость проекта – 16 миллиардов рублей, 10 по российской стороне, 6 по китайской стороне. Мы создали две компании от правительства Амурской области, от правительства Хайлунзиане. И сейчас, в феврале, должна состояться регистрация общей компании, которая как раз и займется строительством этого моста. Что касается строительства канатного моста, сегодня он находится в стадии проектирования. Вносятся изменения с учетом последствий наводнения 2013 года. Все эти проекты подстегнут к развитию в регионе туризма, который, по словам Труднева, должен стать одним из основных направлений развития Преамурья, наряду с сельским хозяйством и горнодобывающей отраслью. Яна Лисова, Игорь Карпов, область события, факты. В феврале будущего года в Преамурье будет зарегистрирована совместная российско-китайская компания, которая в дальнейшем будет заниматься строительством моста. Об этом сообщил губернатор Преамурья Александр Козлов после встречи с китайской делегацией. Общая стоимость строительства составляет 16 миллиардов рублей. Из них большая часть – это 10 миллиардов расходы российской стороны и 6 миллиардов рублей китайской. По словам губернатора, сразу после регистрации компании намечено подписание соглашения с банком провинции Хайлунзян, которое предоставит совместной российско-китайской организации долгосрочный кредит на 15-20 лет для создания российской части пограничного мостового перехода. Губернатор провинции Хайлунзян имеет влияние на этот банк, и у них уже есть договор на финансирование данного проекта. Его реализация позволит развивать туризм в регионе, отметил Александр Козлов. По планам строительства моста начнется уже в июне 2016 года. Очередные кадровые изменения в правительстве Амурской области. С 18 декабря новым заместителем председателя регионального правительства стал Владимир Кобелев, ранее занимавший должность председателя городской думы Благовещенска. Свои полномочия он сложил прямо на заседании после утверждения бюджета на будущий год. В новой должности Владимир Кобелев станет курировать вопросы внутренней и информационной политики. На посту зампреда Владимир Александрович сменил Валерия Палатова, у которого теперь будет другой фронт работ. Он будет координировать работу контрольного управления аппарата губернатора. В своей работе ему предстоит осуществлять контроль за исполнением поручений данных губернаторам и членами регионального правительства, контролировать исполнение законодательных актов областного и федерального уровня. Кадровые назначения прошли и на этой неделе. С 21 числа вступил в должность министра имущественных отношений Сергей Ховрот, ранее возглавлявший управление Федеральной миграционной службы по Амурской области. Переутверждена в должности и министр финансов области Татьяна Половайкина. Накануне в правительстве области глава региона поздравил руководителя ведомства с назначением и определил основные направления работы. В предстоящей работе руководитель области попросил обратить внимание на эффективность использования средств областного и муниципальных бюджетов, что является одной из главных задач в рамках ограниченности бюджетов. Помимо этого, Александр Козлов поручил руководству Минфина провести анализ балансированности бюджетов муниципальных образований и рассмотреть проблемные вопросы, возникающие в части распределения средств. Благовещенский судостроительный завод будет участвовать в программах по импортозамещению. Об этом рассказал губернатор Амурской области по итогам заседания правительственной комиссии во Владивостоке, которое состоялось под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева. На совещании обсудили вопросы стимулирования судостроительной отрасли на Дальнем Востоке и поддержки отечественных производителей. Стоит отметить, что сейчас эти вопросы можно будет решать намного эффективнее, поскольку глава при Амуре вошел в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, основные сдачи которой подготовка проектов программных документов, госпрограмм и формирование перечня приоритетных инвестпроектов, направленных на подъем Дальнего Востока. Помимо Александра Козлова в состав комиссии входят губернаторы Сахалинской области Олег Кожемяка, Камчатского края Владимир Илюхин, Еврейской автономной области Александр Левенталь, Иркутской Сергей Левченко. Что касается развития судостроения в Амурской области, месяцем ранее в местном правительстве уже обсуждался вопрос о том, что Благовещенский судостроительный завод может получить заказ на изготовление грузовых барж и буксиров для компании «Газпромпереработка Благовещенск». Такие суда необходимы предприятию для транспортировки грузов по реке Зея при строительстве газопровода «Сила Сибири», а также для доставки оборудования на Амурский газоперерабатывающий завод, который будет построен в Свободненском районе. И пока Александр Козлов обсуждал возможности Благовещенского судостроительного завода в Приморье, в областной столице предприятия посетил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров, поговорил о проблемах и возможностях предприятия. Анастасия Петраж с подробностями. Большая делегация во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктором Озеровым прибыла на судостроительный завод. Большого чиновника провели по основным цехам и показали, чем живет предприятие. Работники завода во время визита гостя от своих обязанностей не отвлекались, продолжали трудиться в обычном режиме. В цехах Озерову рассказали о заказах и возможностях Благовещенского судостроительного. Похоже, что и впрямь помочь заводу с заказами особо некому. Министерство обороны России в настоящее время самый главный заказчик на нашем судостроительном заводе. За последние три года Благовещенское предприятие построило 20 судов различного класса для войсковых частей. В 2015-м уже сданы 5 водолазных катеров и большой гидрографический катер для нужд российского Минобороны. Также закончено строительство 6-го водолазного катера, но его испытания пока не проводились. В настоящее время на заводе остался только один заказ по линии Министерства обороны. Гидрографический катер, который планируют достроить к 2019 году. Мы также с вами видим, что есть еще свободные цеха, свободные площади, есть рабочая сила квалифицированная, которые могут участвовать в реализации других заказов Министерства обороны. Поэтому руководством завода передано обращение, какие типы кораблей они могут делать для Министерства обороны, для Федеральной пограничной службы ФСБ России. Возможности нашего судостроительного завода действительно велики. Как здесь рассказали, с 70-х до 2000-х завод изготавлял от 15 до 20 единиц рыболовецких судов водоизмещением до 100 тонн. В свое время здесь даже делали козловые краны до 12 штук за год. Сейчас этого не производят, но возможности-то остались. В настоящее время предприятия, помимо оборонных заказов, выполняют работы по изготовлению металлоконструкции для Нижнебурейской ГЭС, Космодрома Восточный, а также для Благовещенской ТЭЦ. Мы передали информацию о своих возможностях, а Виктор Алексеевич будет со своими специалистами и специалистами заказывающих управлений Министерства обороны уже анализировать ситуацию, которая у нас здесь, смотреть, ориентироваться на потребности флота, на потребности еще каких-то структур, для которых мы можем сделать эту работу. То есть многое от них зависит, конечно. После визита на Благовещенский судостроительный завод Виктор Озеров провел несколько совещаний в региональном правительстве. В область он прибыл не только как сенатор, но и как федеральный уполномоченный партии «Единая Россия». Главной темой встреч с партийцами стало обсуждение предстоящих праймерис. В сентябре 2016 года состоятся выборы депутатов Загнодательное собрание Амурской области, а также в Госдуму. На праймерис 22 мая мурчанам предстоит выбрать лишь одного единороса, который сможет побороться за то, чтобы представлять интересы региона в Государственной Думе России. В своей речи сенатор сделал упор на основные требования, ныне предъявляемые кандидатом, а также рассказал о новшествах. Например, депутаты, которые хотят участвовать в праймерис, должны будут обязательно провести дебаты. В каждом одномандатном округе будет действовать 8 площадок. Каждый кандидат должен принять участие как минимум в четырех из них. Новшества введены для того, чтобы партию представляли только лучшие из лучших, самые достойные депутаты. Анастасия Петраш, Игорь Карпов, Область события Факты. Благовещенская ТЭЦ готовится к пуску второй очереди. Торжественный старт намечен на 25 декабря. Мощностей станции, по словам специалистов, хватит на то, чтобы обеспечивать теплом и электроэнергией всю столицу Преамурья с ее новыми микрорайонами. Объект был построен фактически за два года и обошелся государству в 8 миллиардов рублей. Новый котлоагрегат уже прошел первые тестовые испытания. После растопки котла запустили сложный процесс пароводокислородной очистки. Отсюда и гул, который слышали горожане. В турбинном цехе завершена настройка системы регулирования паровой турбины, опрессованные продукты, трубопроводы подачи пара. В строительстве второй очереди приняла участие 21 подрядная организация. В 2016 году планируется подключить к ней 13 объектов. Это 5 многоквартирных жилых домов, 4 административных здания. Выданы предварительные условия на подключение жилого массива Игнатьевской усадьбы, микрорайона Питер и 12 жилых комплексов. На космодроме Восточный приняли компоненты ракетного топлива для заправки системы жидким азотом. Об этом информирует Федеральный центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Специалисты центра акцентируют внимание на то, что сливы хранения газа, температура которого в резервуаре достигает минус 200 градусов, сложный технологический процесс, и он был проведен на высочайшем уровне. Блок азота входит в состав технологического оборудования стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2». Для его хранения на космодроме установили крупногабаритные емкости объемом в 200 кубических метров, смонтировали систему технологического трубопровода для слива. Апробация этой системы прошла успешно. Специалисты также благополучно проверили систему производства и хранения всех сжатых газов, необходимых для испытания космических аппаратов. Помимо азота, систему заполнили гелием и кислородом. Все остальные автономные испытания должны завершиться к Новому году, поскольку уже с середины января планируется испытание ракеты-носителя. Для укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве между Россией и Китаем будет создан специальный российско-китайский фонд агропромышленного развития на Дальнем Востоке. Соглашение подписали премьер-министр Дмитрий Медведев и премьер-госсовета Китая Лика Цян. По мнению российской стороны, это соглашение будет взаимовыгодным сразу для двух стран. Согласно правилам, землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке смогут получить только российские компании. Они же должны привлекать преимущественно российскую рабочую силу. Иностранцев лишь не более 20%. Кстати, обязательным условием является применение современных аграрных технологий, обеспечивающих неистощительное использование сельхозземель. Приоритет в рамках аграрных проектов также будут иметь отечественные поставщики. Китайская сторона создаст необходимые условия для поставки товаров на рынок Поднебесный, а также обеспечит финансирование. Первоначальный капитал фонда составит 13 миллиардов рублей. Из них инвестиции в фонд развития Дальнего Востока чуть больше 1 миллиарда. Остальное средство управляющей компанией Азиатско-Тихоокеанского продовольственного фонда. По словам Дмитрия Медведева, поставка российской сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из перспективных направлений международного сотрудничества. По его мнению, к 2020 году экспортные возможности России составят порядка 35-40 миллионов тонн. 98 лет со дня образования системы ЗАГС отметили сотрудники областного управления. Празднование дня рождения совпало с другим приятным моментом. В Благовещенском отделении прошла церемония именно речения 4-тысячного малыша, появившегося на свет в областном центре. 4-тысячный ребенок появился в областном центре 9 ноября. На торжественную регистрацию малышку в силу ее юного возраста родители решили не брать. Молодую семью Чумаковых пришли поздравить родственники, а также представители областных министерств, управления ЗАГС и администрации Благовещенска. Рождение в областном центре 4-тысячного ребенка случилось в четвертый раз за последние 100 лет. По словам заместителя мэра Благовещенска Светланы Яковлевой, это очень хороший показатель и значит, что рождаемость растет. Помимо ценных подарков и цветов, родителям вручили почетный знак, рожденному в Преамурье, и благодарственное письмо. Кстати, как призналась чета Чумаковых, имя для своей девочки они выбирали всей большой семьей. Но точку в этом споре поставила бабушка, назвав Софьей. Долго спор шел, долго подбирали, с мужем ругались часто из-за этого, потому что вариантов было много. Но пришли к общему мнению, что все-таки у нас будет Софья, Софья Евгеньевна, вроде и звучит. Это все бабушка. Да, у нас бабушка постаралась, бабушка выбрала имя, но мы не стали спорить. Всего с начала года в области появилось на свет более 10 тысяч детей. Отделами органов ЗАГС было зарегистрировано около 6 тысяч браков. Сегодня в областном управлении трудится почти 100 специалистов, которые фиксируют гражданское состояние амурчан. В регионе работают 22 отдела ЗАГС. Только в 2015 году новые помещения были открыты в Углегорске, Февральске, Михайловском и Мазановском районах. Снежный городок в Благовещенске торжественно откроют в субботу 26 декабря. А вот огоньки на главной новогодней красавице Преамурье зажгли на несколько дней раньше, 21 числа. Напомним, монтаж елки начался 16 декабря. Ее собрали из 5000 искусственных веток. Часть хвои в этом году заменили, так как старая со временем выцвела. Снежный городок тоже уже готов принять своих первых посетителей. На этот раз его обустроили по мотивам отечественных мультфильмов. На этом выпуск завершен. Результаты новой недели подведем уже скоро. Пересмотреть выпуски вы всегда можете в социальных сетях, на страничке первообластного канала в Фейсбуке или Одноклассниках, ну а также на новостных порталах amurobl.tv и portamur.ru в разделе ТВ-проекты. Ну а дозвониться в студию к нам можно по телефону 777 201 и 773 445. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин